Новогодние праздники позади. Пришло время убрать на место ёлочные игрушки. Ёлку нужно тщательно очистить. Чтобы сдать на переработку, 15 января в Московской области стартовала акция «Подари вторую жизнь своей ёлке». Снять игрушки и мишуру мало. Ёлку нужно упаковать, чтобы с минимальными потерями иголок довести до пункта назначения. Верёвка, плёнка и помощник. Этого вполне достаточно, чтобы справиться с задачей. Совместными усилиями ёлочку упаковали на пункте приёма. Нам, конечно, всё это придётся снять. Но теперь главное её довести. Пунктов приёма новогодних деревьев в Одинцовском округе 11. Они работают круглосуточно. Можно отнести ёлку и на одну из площадок проекта «Мегабак». Их часы работы ежедневно, кроме понедельника, с 9 до 18. А вот на контейнерную площадку рядом с домом выбрасывать деревья нельзя. Данная акция проводится регулярно, не первый год уже. И она сделана для того, чтобы жители могли свои ёлочки принести на организованную площадку, которая позволит эти ёлки дальше утилизировать должным образом. Узнать площадку для приёма новогодних деревьев легко, по ярким баннерам. На помощь волонтёров рассчитывать не стоит, да она и не требуется. Тем более, что жители Одинцовского округа всегда активно участвуют в акции «Подари вторую жизнь своей ёлке». Эти площадки чистим не один раз за период акции. То есть они наполняются, при том, что сами площадки очень немаленьких размеров. То есть жители несут ёлочки и очень популярно это в том числе делают с детьми. Прежде чем закинуть в «Мегабак», мы очищаем её от мешка, от полиэтилена, потому что это на переработку не пойдёт. Акция «Подари вторую жизнь своей ёлке» в Подмосковье завершится 15 февраля. Интерактивная карта с адресами пунктов приёма доступна на сайте mosrek.ru. С этой площадки ёлки отправятся прямиком на переработку. Из одних сделают щепу. Она пригодится при производстве почвогрунта, который будет использоваться при посадке новых ёлок. Другие отправят на ферму. Там ими полакомятся животные. Евгения Августина, Артём Ломоносов, Станислав Трифонов. Телекомпания Одинцова.